Всем привет! Сегодня я приглашаю вас не на свою экскурсию, а на экскурсию по программе «Московское долголетие». Дважды в неделю проходят пешие прогулки по улочкам и переулкам Москвы. На этот раз мы прогуляемся от Красных Ворот по Басманной Слободе, один из старейших районов Москвы. Многие-многие выдающиеся люди того времени. Ну и наконец, наверное, стоит обратить внимание на вот это здание. Казалось бы, советского периода, но тоже имеет право на то, чтобы мы о нем вспомнили. Дело в том, что на этом... Это наш экскурсовод Михаил. Несмотря на плохую погоду, мелкий дождь, моросящий, иногда переходящий в сильный ливень, все внимательно слушали его. Редкое свойство – долго удерживать внимание аудитории. В сквере на Лермонтовской площади стоит памятник, называется «Сезонник», посвящен всем работникам, которые приехали на заработки зимой. Во время этой экскурсии мы узнали, что именно здесь, по Басманной Слободе, проходила царская дорога, которая вела в загородной резиденции Рублева-Покровского и Измайлова, а позже в Лефортово и немецкую Слободу. Поэтому Басманная Слобода уже в XVII веке активно застраивалась. Здесь обосновались богатейшие люди России, сановники и промышленники. Представители семей Куракиной, Голицыных и Демидовых. Знакомые фамилии? Вот сейчас мы подошли к храму апостола Петра и Павла. Один из немногих в Москве примеров Петровского барокко, вдохновленный западноевропейской культурой, мало имеющего общего с древнерусской архитектурной традицией. Дата постройки – 1692 год. А это дом Николая Дмитриевича Астахеева, крупнейшего предпринимателя, представителя богатейшей семьи Астахеевых. А сейчас монастыровки покоя и тишины. Так называют местные жители сад имени Баумана. Сад назван в честь революционера Николая Баумана и в 1979-м приобрел статус объекта культурного наследия. Сад существовал и раньше, такой райский уголок. Райский островок немаленький, 5 гектар. В состав сада входят и сама усадьба Голицыных, и хозяйственные постройки, и искусственный грот Бельведера. В саду бывали и Гоголь, Герцин, Цветаева, Тургенев. Сейчас в нем проходят арт-выставки и музыкальные вечера. Еще сам Голицын, благоустраивая сад, писал «Гражданам позволялось гулять по нему невозбранно». Вот так и гуляем до сих пор. И с каждым годом он становится все красивее и красивее. Цветочные клумбы восстановлены по эскизам прошлого века. Ретросцена «Ракушка». Помнит поступление самого Леонида Утесова. И вообще, здесь есть все для пассивного и активного отдыха. Также для отдыха с детьми. Можно и погулять, и поиграть, и посидеть, хорошо перекусить. А со стороны старой Басмана, если заходим, то мы сразу видим усадьбу Голицына. Дом Голицын построен в 80-х годах XVIII века по эскизам Матвея Козакова. Михаил нам рассказал, что дом Голицын очень быстро продал. А сейчас там проходят выставки. А вот, как говорят, причина продажи. Это великолепный дом Демидова. И мы подходим к главному украшению старой Басманной улицы. Это дом, усадьба Муравьева Апостола. Потомок декабристов, Кристофер, помог восстановить эту усадьбу. Ему обошлось всего лишь 12 миллионов евро. А заведует этим великолепным домом сейчас Татьяна Савельевна Макеева. Я лично с ней знакома и помню, как она переживала за каждую деталь этого дома. Практически каждый дом этой улицы – отдельная история, отдельная судьба. Но сейчас я хотела поговорить немножко о другом – о московском долголетии. Это великолепно, когда человек, выйдя на пенсию, может заняться любимым делом. Ходить на экскурсии, на концерты, в театры. Также заниматься иностранными языками, спортом, бассейном, танцами и многим другим. Хочется сказать спасибо большое правительству Москвы и самой программе «Московское долголетие». Наша экскурсия заканчивается в Богоявленском соборе в Елохове. Богоявленский кафедральный собор является духовной жизнью православной России последние 70 лет. Всем спасибо! Не забудьте подписаться! Пока-пока!